По данным Всемирной организации здравоохранения, в возрастном диапазоне от 15 до 44 лет суициды занимают четвертое место. Как причина смертности после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и травматизма. В Солигорском районе в прошлом году покончили жизнь самоубийством 28 человек, 11 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. 22 из них мужчины, 6 женщины. 21 человек был трудоспособного возраста и одиноко проживали 11 человек. Из 28. В целом прослеживается тенденция, что мужчины у нас больше склонны к суицидам, чем женщины. А если брать относительно пара суицидов, то здесь кардинально все наоборот. Женщины чаще совершают суицидальные именно попытки, а мужчины реже. Всего за 22 год нами выявлена и проведена работа со 101 случаем совершения суицидальных попыток. Среди тех, кто пытался уйти из жизни, пятеро подростков. В 2023 году в районе зафиксировано уже 26 пара суицидов. На текущий момент зарегистрировано 4 случая суицидов. Все эти случаи это мужчины. И что стоит отметить, что все эти случаи совершены путем повешения. Способ достаточно брутальный и в большинстве своем приводит именно к летальному случаю. Из 4 человек один, у нас есть достоверное сведение, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. И что важно отметить, что все эти 4 человека это трудоспособного возраста. В целом причины, по которым люди решаются на подобный шаг, это ссоры с близкими, неизлечимая болезнь и, как бы парадоксально это ни звучало, выход на пенсию. Специалисты считают, что признаки предполагаемого суицида у близкого человека распознать можно. Когда человек планирует совершить суицид, как говорят, приводит дела в порядок, ну то есть раздает долги. Может резко человек пойти и составить завещание. Ну там с родственниками, со всеми. На случай, а вдруг я умру, понятное дело, что он мне скажет, что я действительно там что-то планирую. Раньше считалось, что когда человек говорит о том, что он хочет совершить суицид, что это какая-то манипуляция, это абсолютно неверное умозаключение, таким образом люди просят о помощи. Если у вас возникли проблемы психологического характера, кризисные ситуации, то вы можете обратиться в службу экстренной психологической помощи, так называемый телефон доверия, где поговорите с квалифицированными специалистами.